Домовой или городской воробей Самка выглядит буровато-серой, спина коричневатая, с продольными темными пестринами Клюв желтовато-бурый, у самца низ тела более светлый, чисто серый, вверх ярче до каштанового Четче выделяется белая полоска на сложном крыле От полевого самец домового воробья отличается серым верхом головы, отсутствием черного пятна на щеке, наличием черного цвета не только на горле, но и на верхней части груди Распространен почти повсюду, кроме большей части севера и дальнего востока Подобно городской ласточке и галке, домовой воробей преимущественно горная птица, для которой большой город представляет собой нечто вроде огромного нагромождения скал Обычен в городах и поселках, гнездится у жилищ человека в городах, деревнях, селах Воробьи – общественные птицы, особенно это бросается в глаза с весны, когда воробьи, как по команде, слетаются на один кус и перебивают друг друга, начиная дружно чирикать Коллективное пение – обязательный элемент их предгнездового поведения Смысл его и привлечения на конкретный участок возможно больше числа птиц Им же осуществляется синхронизация брачного поведения будущих партнеров по размножению, выяснению отношений и тому подобное В условиях центральной части России у домовых воробьев бывает, как правило, три выводка птенцов в сезон Гнездование начинается в марте, в это время птицы активно подстраивают гнезда Первые яйца появляются в апреле, сроки яйцекладки зависят от климатических условий года Питается семенами, в меньшей степени насекомыми Птица оседлая, но чувствительная к холоду, зимует обычно в теплых спальных гнездах Это хорошо известное всем чириканье, которое в разных вариантах используется во многих ситуациях, в том числе и в качестве песни Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok